Он Иегова. Он Господь. И сегодня вопрос звучит только к нам. Веришь ли ты? Сегодня Денис говорил, свидетели. Сегодня многие религии совершают паломничество, приходят к могилам своих вождей, пророков. Там лежит их пророк. И только христианство сегодня единственная религия, которая демонстрирует пустой гроб. Мало того, сегодня вот этот один миллиард людей. И если мы говорим, да, гроб это хорошо, но нет его сегодня. Да, сегодня говорят, на месте гроба Господня воздвигнута церковь, и люди там приходят поклоняются. Но никто точно не знает. Знаем только одно, что когда пришли жены, когда пришли ученика, его там не было. Но сегодня точно никто не может указать в эту точку, сказать, вот здесь лежало тело. Тела нету, оно воскресло. Но это свидетельство отстоит далеко. Две тысячи лет назад. Но сегодня миллиард людей. Сегодня мы с вами, вот эта молодежь, которая сидит перед нами, они свидетели. Потому что ничто другое не может изменить жизнь человека. Только может Господь. Да, может быть мы не были ворами, убийцами, не были наркоманами, алкоголиками, но мы были грешниками. И Господь говорит прямо, что возмездие за грех смерть. Но есть жизнь. Есть дар жизни. Это только в Господе. Это только в Нем можно найти жизнь. Веришь ли ты сегодня? Когда Господь встретил Фому, он говорит, да, Фома, конечно, хорошо. И по большому счету ученики не были верующими. Это не ересь, братья и сестры. Ученики были свидетелями. Почему? Потому что верующим может быть тот, кто не видел и уверовал. Ученики были просто свидетели. Они видели Господа вот так, вот он пришел. Посмотрите. Они сказали, да, Господь, ой, как здорово, что ты пришел. Мы так рады, Господи. Но Господь сказал Фоме, блаженны, не видевшие и уверовавшие. Это великое счастье Господь пообещал всем тем, кто придет следом за этими учениками. Поверить тому, что написано. Денис вспоминал, что написано. Павел пишет, Христос умер по Писанию. Он был погребен и воскрес в третий день точно так же Писание об этом свидетельствует. Веришь ли ты сегодня, друг, этому Писанию? Веришь ли ты? Если веришь. Ты можешь выйти и сказать сегодня перед всеми, я верю. Я верю, что Господь пришел в этот мир, умер за меня и воскрес ради моего оправдания. И это будет твое рождение. Рождение к вечной жизни. Рождение духовное. Рождение для царства. Веришь ли ты? Ты можешь ходить сегодня в собрании. Ты можешь рассказывать стихи. Ты можешь петь в хоре и даже проповедовать с этой кафедры. Дорогой друг, но если ты не рожден от Бога, если ты не рожден свыше, если ты не рожден от воды и духа, ты не только не войдешь, но даже не увидишь Царство Божие. Веришь ли ты? Если веришь, ты можешь сказать, свидетельствую перед всеми, я верю. Я верю в воскресшего Господа моего Спасителя. Друзья, если вы даже не ответите сегодня на этот вопрос, он останется с вами. Этот вопрос будет идти с вами до конца ваших дней. Пока вы будете живы, пока не закроются ваши глаза. И если они закроются без Господа. Один день вы все равно увидите Господа, лицом к лицу. И Господь напомнит эту дату. И это время. Ты слышал вопрос? Слышал. Больше нет вопроса.